доброе утро коллеги с вами исаков роман компания брау маркетс и рад приветствовать вас на нашем видео сегодня поговорим о минусовых ценах на нефть о рекордных отчетах netflix ну и в принципе что происходит на рынке также о падении рынка о сэнпи ну а перед началом напомню что не забудьте поставить лайк если вам нравится это видео и подпишитесь на канал чтобы не пропустить следующие добавления ну а начнем мы с нефти конечно на фоне распространения коронавируса и остановки экономик нефть все меньше и меньше нужна сейчас падение спроса оценивается ну по меньшей мере на 30 процентов и в связи с этим мест для хранения становится все меньше и меньше вчера я записал на подкаст где мы с моим коллегой фуадом расулом подробно как раз обсуждали ситуацию при которой могли произойти минусовые цены на нефть а именно по майскому фьючерсу на нефть сорта витя и переходите по ссылке в описании и послушайте более подробно ну а теперь давайте подумаем о том что может что мы можем ждать дальше в этой связи может ли бренд повторить судьбу витя и я напомню что контракт по нефти бренд истекает чуть позже давайте посмотрим на график фьючерсных контрактов на текущий момент если мы обратимся на сайт чикагской бирже то мы с вами вполне увидим то что как торгуются контракты фьючерсные контракты по месяцам да мы видим июнь то есть сейчас актуальные котировки но здесь есть небольшой задержка это 1094 и затем от месяца к месяцу мы видим что цены на фьючерс увеличиваться 19 в июне в июле в августе 22 сентябре 24 ну и так далее то есть декабре уже 27 то что это значит это значит что на текущий момент в рынок закладывается ожидании того что ситуация будет безусловно восстанавливаться и от месяца к месяцу она будет становиться лучше но важно понимать то что рынку нужно пройти ту точку невозврата ну собственно ту точку восстановления назовем это так откуда мы а уже возобновим рост как мы видим здесь падение теперь мы можем с вами посмотреть уже непосредственно на графиках да то есть то что мы с вами видим по инструментам которые доступны для торговли то есть например если мы видим с вами смотрим с вами VTI то на текущий момент мы видим то что падение оно продолжается и по CFD контракт да я напомню что это CFD в нем нет экспирации он продолжает действовать то есть его можно торговать на текущий момент мы видим движение уже в область минимальные значения то есть которые были сформированы вчера то сейчас торгуемся примерно по цене 7.56 эта цена вот как раз к очень часто появляется этот вопрос она отличается от цены фьючерса который является эталонный фьючерс сейчас стоит 10.86 в real time вчерашний минимум который мы видели это 7.15 то есть на текущий момент движение здесь сохраняется нисходящее но как только мы в принципе страны начнут отказываться от начнет исправляться ситуация с коронавирусом страны начнут возобновлять производство то здесь уже когда будет расти потребление нефти и данные замедления мы с вами тоже безусловно сможем увидеть то есть фактически позитивные новости это постепенно возраст стран к жизни которая была до коронавируса а вот некоторые европейские страны например на текущий момент уже начали уже начали на этой неделе начали постепенно ослаблять карантинные меры в их числе германия австрия чехия и албания на мой взгляд нам необходимо ждать восстановление производства давайте посмотрим на карту ввп это тоже довольно таки интересно с точки зрения того чтобы того чтобы понять что сейчас происходит на рынке и как это оказывается уже сказывается на текущую ситуацию сейчас я переключу и давайте посмотрим на карту именно ввп да то есть как сейчас происходит ситуация ну во первых мы с вами видим колоссальное замедление то есть сейчас вот мы видим например значение мировое это минус 3 процента общим об и продвинутой экономики минус 6 минус 6 процентов хотя подобные значения доходили ну уже фактически вдвое превышен чем в 2008 году то есть мы например видим по россии снижение на пять с половиной процентов канада 6 2 сша 5 и 9 бразилия 5 и 3 австралии например 6 и 7 то есть вот пока этот цикл сохраняется именно фазе снижения то вряд ли здесь мы можем видеть ну какой-то позитив особенно с точки зрения нефти поэтому пока ее спроса на нее нет хранить на нее негде то собственно это все безусловно влияет ну а нефть сорта марки бренд из-за своих особенностей да вот витяй я помню что поставка идет в момент как раз хранения в кушинге и он оказался заполненным вряд ли эта участь постигнет хранилище который находится в европе это бренд европейский сорт нефти и соответственно вот мы вряд ли можем ожидать эту ситуацию но прецедент уже был то есть тут ничего нельзя отрицать я имею ввиду именно минусовые цены по нефти а именно по фьючерсу который также стекает ближайшие несколько дней ну и последний из новостей что сейчас происходит это то что трамп вводит дополнительные ограничительные меры для тех кто хочет получить грин карту в сша минувшей ночью трамп принял решение ограничить иммиграцию в сша указ должен быть подписан сегодня то есть он по плану будет подписан сегодня и по словам трампа данная мера направлена на то чтобы поддержать рынок туда уменьшить конкуренцию для тех кто лишился работы трамп заботится о тех своих жителей своей страны а еще очень важный достаточно интересный момент для тех кто торгует фондовый рынок это netflix с начала года расширил свою базу подписчиков на 15,8 миллиона по сравнению с 9,5 миллиона за первый квартал 2019 года то есть практически в два раза и собственно это превосходит и прогнозы в два раза а чистая прибыль netflix по сравнению с прошлым годом выросла тоже в два раза с 344 до 709 миллионов долларов в отчетности компании который вышел вчера говорится что рост числа подписчиков безусловно временный связан с карантином во многих странах мира однако укрепление доллара оказывается также давление на выручку netflix за пределами сша также признаются в компании ну и довольно таки интересно посмотреть на сам график акций netflix а то есть фактически они торгуются не вместе с рынком ну безусловно мы с вами понимаем что есть компании которые показывают примерно такое же движение как S&P но есть компании которые его опережают собственно это netflix это amazon то есть те сферы те отрасли которые на текущий момент выигрывают от того что все сидят дома собственно смотрят сериалы да заказывают что-то через интернет ну и собственно эти компании выигрывают будет ли это после того как все вернуться к нормальной жизни ну вот посмотрим как эти компании будут себя вести а теперь давайте перейдем к основным инструментам и посмотрим что сейчас у нас происходит на рынке начнем мы как всегда с евро доллара по евро доллару на текущий момент у нас сохраняется тенденция нисходящая мы не можем преодолеть минимальные значения которые были 17 марта 17 апреля прошу прощения здесь сформированы цели по снижению также пока остаются прежними это 1.076 если мы увидим закрепление евро выше максимума которые были сформированы вчера во вторник то возможно с текущих уровней можно будет поискать и покупки ну а пока здесь остаюсь вне рынка по британской валюте здесь но сохраняется движение нисходящее а вышел я тут немножко рано ожидав разворот как раз британской валюты но тем не менее пока пока здесь новых сделок не открывал собственно сейчас сохраняется здесь движение нисходящее я буду ждать уже вновь смены формации тогда уже буду заходить по направлению ну соответственно здесь скорее всего по направлению восходящим опять же если она будет на приемлемых уровнях для меня по паре американский доллар канадский доллар здесь точки зрения часового таймфрейм у нас также сохраняется движение восходящее собственно движемся по направлению на укрепление американской валюты на этом фоне как раз с н пи падает ну вот здесь всегда работает такой противовес то есть пока падает с н пи растет американский доллар собственно здесь опять же пока сделок ну на дна добавление нет здесь буду смотреть как все это будет развиваться возможно появится как раз смена формации до смена направлений я буду входить уже в противовес то есть именно на продаже по данному инструменту то есть пока здесь сохраняется рост а по паре американский доллар японская иена здесь мы продолжаем движение в таком восходящем боковике вчера мы немного обновили на минимальные значения которые 20 числа сформировано здесь больше боковик то есть здесь общий пока общий настрой сохраняется также на укрепление американской валюты но вот мы пока не можем выйти из данного канала поэтому здесь уход выше области сто семь восемьдесят девять ну сто семь восемьдесят девять сто восемь выше данного диапазона уже даст определенное подтверждение на то что доллар в данной валютной паре готов в продолжение к продолжению роста по австралийцу здесь сохранится фаза нисходящего движения вчера мы подошли к области поддержки на минимумах 16 апреля отскочили пока от этого уровня но пока общее направление здесь сохраняться нисходящее поэтому здесь для продолжения также данной нисходящей информации нам необходимо увидеть обновление миньев которые были сформированы вчера и дальнейшее движение уже в области 61 именно 62 соответственно ну а если мы сможем закрепить закрепиться выше максимума которые были со мной вчера то фактически вот это обновление минимума вчерашним мы сможем считать как ложный пробой уже готовится к покупкам по данной практике Новозеландец также продолжает свое движение вниз, пока остановились в области поддержки также 16 апреля, это область 59.36. Соответственно, на текущий момент здесь пока в приоритете нисходящий сценарий с точки зрения часового таймфрейма. Если обновляем минимум, то движение нисходящее здесь также продолжается. Золото делает попытки на восстановление, пока движение здесь сохраняется также нисходящее. То есть мы корректируемся от максимального значения, которое мы видели на 1750. Вчера обновили локальный минимум, но сегодня с утра торгуемся уже выше цен закрытия вчерашней торговой сессии. Я бы сказал, что если золото обновить максимум, то есть идет выше отметки 1700, то возможно вероятен вновь переход уже непосредственно в фазу роста. То есть в завершении данной коррекции уже будет интересно также искать покупки по данному инструменту. По DAX сохраняется движение нисходящее. Тот отложенный ордер, который у меня стоит, уже не актуальный. На текущий момент уже движение прошло и мы подошли к новой области поддержки, которую мы видим на уровне 10226. От нее мы сейчас как раз отскакиваем. Ну и собственно подтверждением продолжения данной нисходящей информации будет тот факт, если цена сможет закрепиться ниже как раз меню, в котором мы видели 16 апреля. И можем тогда ждать более затяжное движение нисходящее. На мой взгляд, в принципе мы можем это вполне вероятно увидеть, так как рынки пока себя не так хорошо чувствуют. По S&P продолжаю держать также здесь продажи, которые открыл несколько дней назад, ну и именно в понедельник. И собственно здесь у нас продолжается нисходящее движение. Стоп мой пока стоит все еще за максимум 17 апреля. Здесь я также для себя ожидаю обновления минимальной значения вчерашней торговой среды, то есть уход ниже отметки 2730 по данному CFD контракту. Дальше движение уже на 2600 и 2500, ну в идеале на 2300. Там у меня стоит take profit, но конечно я понимаю, что цена может туда и не дойти. Но пока, пока все-таки мне кажется, что еще одно нисходящее движение здесь может произойти. Тем более, что компания, сейчас идет сезон отчетов, компании отчитываются не все так хорошо, как Netflix. Это может спровоцировать дополнительную волну нисходящего движения. Ну собственно здесь у меня продажи пока открыты. Еще одна идея, которую я буду рассматривать, это возможность купить нефть или Brent или VTI. Опять же в зависимости от того, где у нас произойдет от остановка. Пока VTI выглядит чуть интереснее, так как стоимость контракта меньше. И здесь есть возможность купить несколько больше в плане объема, если опять же говорить о чуть более продолжительном держании данной позиции. Соответственно, по нефтемарке Brent, по CFD сейчас мы торгуемся в области 16.75. По VTI у нас мы торгуемся по 7.5 долларов. И вот здесь, если будет нащупана как раз данная остановка, то я буду набирать позицию на покупку. Вот пока мы видим снижение волатильности. То есть рынок уже сегодня торгуется не так активно, как вчера, хотя еще не вечер. Но тем не менее, вполне вероятно, что в ближайшее время здесь мы можем получить как раз возврат к покупкам. Но, скорее всего, это произойдет уже завтра. И завтра я буду данную позицию рассматривать уже для входа. Ну, а вам я об этом расскажу уже в пятницу на нашей следующей трансляции. Ну, а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось видео. И ваши вопросы оставляйте в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры делал DimaTorzok .